Итак, всем привет! Ответ на вопрос от Николая Горбачева, как я обещал. Следующий. На то, как создать туман в городе с помощью Octane Render. Это достаточно просто. Есть два метода. Первый это в солнце, есть настройка Medium и сюда добавить. Просто сейчас я уже подготовил его. Volume Medium, то есть нажать No Map и здесь выбрать Volume Medium. У вас появится такая нода, в которой будут настройки. Обязательно сразу скатерин нужно ставить на белый цвет. И Absorption на максимально черный. Также нужно будет добавить в фазу Shleek ноду. и в Mission BlackBody Emission, чтобы подсвечивать этот скатер при желании. И теперь, если... Так, я его сейчас перетянул. Запустить Octane Render с этим методом. У вас будет туманность. Можно, конечно, Power уменьшить при желании. Таким вот образом. То есть будет такой туман, который можно настаивать, там регулировать. Но мне больше нравится управлять туманом. Это как бы быстрое место создание тумана. Но, допустим, если вы хотите переднюю часть сделать более видимую, а заднюю, чтобы уходило в туман. Или на виде сверху сделать, чтобы туман был внизу, а город вверху был четким. Для этого, как по мне, лучше использовать второй метод, который я уже показывал в Blender. То есть просто взять и создать бокс по всей площади города. Таким вот образом. Затем на этот бокс назначить спекуляр материал. Я его уже подготовил, сейчас покажу настройки. То есть назначаем Reflection черный. Transmission полностью белый. Затем здесь Index of Reflection, чтобы не было преломлений, равен единице. Далее добавляем в Medium ноду Scattering и ее уже настраиваем. Опять же, в нее нужно поместить Schlick и BlackBody Emission. Для чего эти ноды, сейчас я покажу. Какой они дают эффект. И теперь, если запустить Octane. Так, BlackBody Emission пока надо Power на 0. Вот, если Octane сейчас запустить и опустить, допустим этот бокс вот таким вот образом. То мы увидим вот такой вот эффект тумана, который можно, естественно, настраивать. Здесь же есть объемные лучи, как видите, вот в этой дымке. Ее можно настраивать. Вы уже поняли, Schlick Noda как раз используется для направления. То есть, кто знаком с короной, там есть эффект от Sun Direction. То есть, если настраивать ее, можно прям от камеры или от солнца эффект лучей настраивать. Как раз вот этой ноды, там баланс находится. Я обычно ставлю значение 0,5, 0,6. Этого достаточно. Можно поставить 0, посмотреть как оно выглядит. То есть, таким вот образом. То есть, она добавляет немного свечения со стороны солнца. Вот. Пускай будет внутри. BlackBody Emission подсвечивает саму дымку. То есть, можно сделать, допустим, Color и выбрать цвет какой-то вот такой вот. Только Power на минимум поставить там. Вот. То есть, аккуратно с этими значениями. Surface Brightness можно выбрать тоже. Instance Power и так далее. И менять цвет на любой другой. Удобно. Допустим, какой-то такой. При желании, если как раз вот вы хотите переднюю часть оставить более видимой. Опять же, можно двигать данный бокс таким вот образом. И его просто поднять. Допустим, увести остальную часть города в туман. Понятно, что нужно в боксе делать больше. Таким вот образом. Вот. И примерно под ваш ракурс уже подбирать значения. Делать больше шлейка. Потом Scattering. Скатеринг можно настраивать значение Volume Steps Length. То есть, увеличивать его. И Density можно уменьшать до 0.01 допустим. Таким вот образом. При этом Scattering можно тоже уменьшить. Точнее Absorption делать более белым, чтобы был такой эффект. Вот. А само солнце можно менее ярким сделать при желании. То есть, в настройках крутим параметры разные и получаем эффект. Какой-то вот такой вот, например. Тут уже смотрите сами. Опять же, можно солнце опустить. Получить вот такой вот эффект. Опять же, можно двигать. Так. Я наверное камеру оставлю таким вот образом. А сам заблокирую ее так. Вот. Камера. А на виде сверху буду регулировать солнце. То есть, можно настраивать солнце положение. И также положение данного бокса. То есть, дымку полностью перевести. Или наоборот, отдалить. Оставить какую-то часть города в тумане. Вот. Таким вот образом. Опять же, можно цвет поменять. Уже об этом говорил. Я его сейчас поставлю белым, чтобы не отвлекал эффект. Так. И теперь, самое интересное, это то, что, как я уже показывал, можно опустить эту дымку. В камере настроить ракурс. И получить вот такую вот дымку внизу. Как обычно бывает с всякими небоскребами и так далее. При этом, вы можете опять же, ею управлять. Ее настраивать. И получать интересный эффект. Можно играть с этим параметром. Но тут он не влияет, когда солнце не попадает. Поэтому, смотрите сами. Плотность ее можно увеличить. Таким вот образом. Вот. И получить вот такой вот эффект. Естественно, можно сам бокс сделать больше, чтобы покрыть весь город. В итоге получаем такую вот туманность. И это все, что я хотел рассказать в данном видео. На следующий вопрос буду отвечать. Следующий вопрос будет от дизайнера, под видео. То есть, следующее видео буду отвечать на вопрос от дизайнера. Я его потом озвучу уже в том видео. Это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok